Здравствуйте, дорогие мои, с вами на связи Викана. Подписывайтесь на мой канал. А за большими раскладами, за личными раскладами, если вы запутались в отношениях, обращайтесь в шапку моего профиля. Так что же он ищет в отношениях? Может, он ведет себя как-то неправильно, может быть, как себя неправильно проявляет. Но что у него на душе? О чем палит его душа? Почему он так себя ведет? Давайте посмотрим. Вот мы видим уже колесо фортуны и карту от Шерлика. Мы видим уставшего человека, который устал и разочаровался в том, что он может встретить женщину со своей судьбой. И чем больше он живет, тем больше он понимает, что может быть, годы упущены. Может быть, он больше никогда не встретит. Может быть, он уже не годится для отношений. Он очень переживает об этом. становится молчаливым, замкнутым, потому что не верит уже. каких он ищет отношений? Ему хочется остановиться в отношениях. Он готов еще раз попробовать. Последний раз попробовать, чтобы обосноваться в этих отношениях. Он готов предложить свою руку и сердце. Но надежной женщине, как он считает. Отношения серьезные. Если сейчас вы поссорились, вы помиритесь. Он придет на примирение, потому что много обдумал. Потому что такой, как вы, больше нет. Если вы не ссорились, вы для него единственная спасительная соломинка в этой жизни. И он это понимает, что если не вы, то больше никто. Он разочаровался очень сильно вообще в себе, в отношениях, в женщинах. Ну, еще раз говорю, хочет попробовать еще раз. Он свое уже отгулял, как он считает. Все было. Чего только не было в его жизни. Он устал. Он устал уже ждать, когда наконец-то в его жизни наступит улучшение. Нагулялся. Нагулялся до такой степени, что больше ничего не хочет. Он хочет остановиться. Он хочет быть надеждой, опорой для своей женщины, защитой, обеспечителем. И вы знаете, сколько лет уже прошло, как он считает, что пора бы уже взяться за ум, да, и он накопил в себе всю вот эту вот мужественность. Он накопил в себе все вот эти качества. Он набрал все опыта, он многое думал. И он теперь твердо знает, что он ищет в этих отношениях. Ему самое главное теперь, чтобы его поняли. Чтобы его поняли и его приняли. Вот это он ищет в отношениях. Так бывает, мои дорогие. Так бывает, что когда человек прошел какую-то жизнь, и только с годами он начинает понимать. А знаете, что он начинает понимать? Самое главное в жизни не когда ты родился на свете, а самое главное, для чего ты родился в этой жизни. И я это вижу в этом раскладе. Он готов попробовать еще раз. Может быть, у него это не особо сильно получается. Может быть. Но он это делает, как умеет. К сожалению. Вот я вижу такой расклад. Очень печальный.